Вот уже больше года продолжается гражданская война на Донбассе. Этот конфликт уже унес тысячи человеческих жизней, сделал многих детей сиротами. Более миллиона человек оказалось без крыши над головой. Это последствия политики. Сегодня мы поговорим об этом, как бы подводя итог тому, что произошло за этот год. И мы решили сегодня начать разговор с того, что, несмотря на все дискуссии, несмотря на все слова, которые произносятся в этих телевизионных студиях, каждый из нас не должен забывать, что сейчас, в эти минуты, люди там находятся под обстрелами, там дети сидят в бомбоубежищах, там по-прежнему пенсионерам нечего есть, там по-прежнему нет денег, там нет воды и нет электричества. Вдумайтесь в это, когда вы смотрите сейчас это, сидя у себя дома, в тишине и покое, я надеюсь. Там, причем это не совсем там, это совсем рядом с нами. Рядом даже не географически, а здесь рядом. Майкл, скажите, пожалуйста, вы же гость из страны, которая распространяет права человека по всему миру, самые разные, как теперь мы выясняем, но в том числе и право на жизнь. Это все-таки главное право, которое есть у человека. Вот перед нами сейчас сидят люди, которые лишились во многом и будущего, и своих детей, и своих семей, и своих домов, и своей жизни. Вот скажите, пожалуйста, вот эти все политические идеи, вся эта идея шахматной доски, игры в независимую Украину, которую нужно во что бы то ни стало отделить от России, игры в России, которую нужно поссорить с Европой, вот эта вся история политическая, она того стоит, когда речь идет о конкретных людях. Когда просто смотришь в глаза, вот женщине, у которой погибла 11-летняя дочь, у которой на глазах убили мужа, и у которой осталась с одной рукой, и на этой руке у нее маленький ребенок. Вот что вы скажете? Действительно, сердце кровью обливается. Мне кажется, что есть просто две задачи. Это банальная вещь, но минское соглашение, я об этом говорю в каждой передаче, это единственный выход из положения. Со всеми своими трудностями и сложностями, это единственная надежда на мир. Это первый момент. Второй момент, это надо, действительно, как все говорили, надо пытаться как можно больше помогать людям вернуть себе какую-то нормальную жизнь. Американцы, они помогают, они посылали гуманитарную помощь на сумму 61 миллион долларов. Но они посылали на Украину, в Киев? Да. Понятно. Европейцы где-то 200 миллионов. Это, конечно, этого не хватает. Просто по поводу ОБСЕ, это ваши коллеги, правильно, которые там, вот эти миссии и так далее. Нет, это все коллеги. Россия член ОБСЕ. Все, не забывайте. Только там не было, к сожалению, представителей России, только комиссию, которую мы притащили на подвал, где вот эти вот дети сидят. Это европейская организация, в которую Россия входит. Они рассказали, что они помогут гуманитарные и так далее, ОБСЕ. И вот уже несколько дней от них нет ни вести, ни так далее. Но они медленно все делают. Представьте Литвы и там были. Алексей, они медленно делают. ОБСЕ это раздумчивая организация. Пожалуйста, Майкл, вы хотели договорить. Да, пожалуйста, Майкл. Минские соглашения. Абсолютно с вами солидарен. Вопрос. По Минским соглашениям сейчас перемирие. Давайте зададим себе вопрос. Сколько за это перемирие погибло гражданских со стороны ЛНР, ДНР, и сколько с противной стороны? И вот наши стоят здесь. Я специально провоцирую наших гостей. Дайте нам статистику. Дайте нам, скажите, что сотни и тысячи за время перемирия гражданских лиц погибло с той стороны фронта. Хрен ответить. Нету этого. Значит, кто стреляет? Кто стреляет? В какую сторону стреляет? Вам 61 миллион долларов. Кому вы перечислили? Да вы танки в Прибалтику гоните. Вы своих десантников во Львов. Они этих всех, Азов, Донбасс и прочих. Давайте все сразу не будем обсуждать. Вот ваша гуманитарная помощь. Вот на примере одной семьи. Это граждане Украины. У них украинские паспорта. Какую помощь вы им оказали? Вы их убиваете ежедневно. И сейчас, когда мы говорим, идет обстрел. К сожалению, должен констатировать одно. Вот никакие истории, никакие призывы о помощи. Никакие страшные кадры, которые мы каждый день видим. Олеся, сейчас, одну секунду. Дайте мне договорить. Это очень простая мысль. Дело в том, что, к сожалению, никакие вот эти вот разговоры, так же, как и вряд ли какие-то политические договоренности, смогут эту ситуацию разрешить. Люди, которые пережили то, что они пережили, никогда не будут жить с той властью, которую вы в том числе защищаете. Люди, которые оказались в этой ситуации, конечно же, нуждаются в помощи России. И, конечно же, Россия им эту помощь окажет, можете не сомневаться.